Капитальный ремонт В этом здании у нас ремонтируются все четыре этажа, включая подвал. На сегодняшний момент готовности по отделке по внутренней здании уже достигает 98-99%. Двери поставлены, идут там мелкие косметические моменты. Выполнена замена инженерных коммуникаций, тепловода, электроснабжения, канализации, вентиляции, частичный ремонт кровли. Сделана отмостка, установлена пожарная сигнализация. Проведут работы на фасаде здания и крыльце, обустроят парковку. По планам проект должен быть завершен в декабре 2025 года, но уже понятно, что амбулаторное отделение медицинской реабилитации в поликлинике откроют раньше срока – к концу этого года. Здесь будут функционировать залы лечебной физкультуры и механотерапии, кабинеты психолога, массажа и физиотерапии, соляная пещера. Все это поможет проходить восстановительное лечение пациентам с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Особое внимание будет уделяться участникам специальной военной операции и членам их семей. Также обсуждается вопрос приобретения нового аппарата МРТ. В отношении аппарата МРТ, да, действительно дано поручение губернатора. Были выделены деньги на проектно-сметную документацию. Проектно-сметная документация разработана. Сейчас она находится на согласовании в экспертизе. Ждем положительного заключения. Выделение средств на закупку так необходимого устилимского оборудования администрация города в ближайшее время проработает с региональным министерством здравоохранения. И законодательным собранием Иркутской области. Еще один объект, который не только украсит облик города, но и даст возможность устилимским спортсменам добиваться высоких результатов, строится в Устилимске. Центр спортивных единоборств возводится при поддержке энергохолдинга «Н-Плюс» и будет расположен возле стадиона «Лисохимик». По плану строительство объекта завершится в 2025 году. Работы идут по графику. Выполнена вертикальная планировка. Подсыпаны скальником внутри подъездные пути. Дальше металлокаркас, сэндвич-панели, остекление. Двигаемся согласно установленным срокам. В Устилимский суд вынес приговор в отношении граждан за незаконную охоту. В апреле 2023 года мужчина и женщина на снегоходе добыли двух лосей. Отстрелянные самки оказались стельными. Разделав туши, нарушители попытались вывести их из тайги, но были задержаны. В ходе разбирательств сотрудниками охотнадзора и полиции на месте забоя были обнаружены гильзы, внутренности и сформированные плоды животных. Также в багажном отделении снегохода найдены топор, ножи со следами крови. При проведении следственных мероприятий у граждан изъяты карабин, патроны и 73 фрагмента туш лосей. Ущерб животному миру за незаконную добычу составил 1 миллион 840 тысяч рублей. Суд признал граждан виновными и назначил каждому наказание в виде штрафа 650 тысяч рублей с лишением права заниматься охотой на 2,5 года. На минувшей неделе в единодиспетчерскую службу из Телимска поступило 929 сообщений от граждан и организаций, в том числе по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 22 звонка. Одно сообщение по безнадзорным животным. Зарегистрировано 10 ДТП, есть пострадавшие. Также произошло три пожара. Автомобили горели на промплощадке ЛПК и возле дома Побулгакова-2. На улице Молодежной в кооперативе «Комплекс» огнеборцы тушили гараж. Погибших и травмированных нет, причины устанавливаются. За три дня жители Иркутской области перевели на счета телефонных аферистов свыше 12 миллионов рублей. Злоумышленники представлялись лже-специалистами сервиса госуслуги, банкирами, правоохранителями и лже-брокерами. Всего от действий преступников пострадали 14 человек. Появился и новый способ обмана. Мошенники стали использовать личные данные сотрудников Народного фронта, чтобы собирать деньги на СВО. Фейковые аккаунты зафиксированы в Телеграме. Под видом представителей общественной организации аферисты пишут бойцам, что могут помочь. Но для этого необходимо самому перевести деньги якобы для первоначального взноса, для спонсора. Остальную сумму закрывает благотворитель. Обычно просят 30-50 тысяч рублей и скидывают реквизиты. Для убедительности в профиле размещают фото реальных людей из президентского движения. Используют логотипы. За шесть месяцев 2024 года в регионе зарегистрировано 1274 случаев острых отравлений химической этиологии. Среди основных причин – отравление алкоголем, лекарственными препаратами и наркотиками. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, специалисты отмечают снижение отравления лекарствами на 14,2%. А вот спиртосодержащей продукции – увеличение на 12,3%. В полтора раза выросло количество отравлений наркотическими веществами. Помните, употребление алкогольной продукции в высоких дозах, суррогатной продукции, сомнительных спиртосодержащих жидкостей, лекарственных препаратов без назначения врача может быть смертельно опасным. В Социальном фонде России разъяснили, как получить пенсионные накопления. Для этого необходимо проверить, где они формируются – в СФР или негосударственном фонде. Если пенсионные накопления формируются в соцфонде, обратиться за выплатой можно в любое время после возникновения права на нее. Женщины с 55 лет, мужчины с 60. А также те, кто вышел на пенсию досрочно. С 1 июля вид выплаты пенсионных накоплений зависит от прожиточного минимума пенсионера – 13 290 рублей. Если накопительная пенсия составляет 10% от величины прожиточного минимума и меньше, средства выплачиваются единовременно. Если превышает 10%, то получателю назначается ежемесячная пенсия. Получить пенсионные накопления можно по заявлению, подав его на портале госуслуги в клиентской службе отделения СФР по Иркутской области или МФЦ. Устилимский самбист Андрей Анищенко стал призером 8-го международного турнира «Мемориал заслуженного тренера СССР» Михаила Геннадьевича Бурдякова, который проходил 5-6 августа в городе Кстово Нижегородской области. В соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов из России и ближнего зарубежья. Наш земляк в весе 58 килограммов получил бронзовую медаль. Уже в эту субботу, 10 августа, на стадионе «Юбилейный» Устилимска отметит Всероссийский день физкультурника. Спортивные состязания начнутся в 9.30. Возраст участников не моложе 16 лет. Откроет программу «Королева спорта» городской турнир по легкой атлетике, в рамках которого пройдут соревнования в толкании ядра, беги на 200-400 метров, 2,3 километра. После индивидуальных зачетов начнется командная эстафета, завершит день физкультурника, король спорта, суперкубок по футболу. Зрителей ждет яркая игра с участием лучших команд города, а также конкурсы с призами.